Девушки отдыхают В прямом эфире на канале Эфир 24 программа ЖКС. Жилищно-коммунальные советы, сайты по строительству, ремонту и сфере ЖКХ в целом. В студии Тимофей Вагнер, Гульнас Мениханова. Сегодня у нас в гостях юрист общественной организации ЖКХ-контроль Зоя Викторовна Куклина. Здравствуйте. Здравствуйте. Взаимоотношения с управляющими организациями. Так назвали мы сегодняшнюю тему. Дело в том, что каждый из вас прекрасно понимает, что у него есть определенная управляющая организация, управляющая компания и так далее. И хороша она, плоха. С кем сравнивать, с чем сравнивать. Ну, как правило, никто об этом не задумывается. Сегодня мы постараемся поговорить вообще о управляющих компаниях. Как они должны выглядеть, в каких местах могут вас обмануть, в каких местах вам надо обязательно бить тревогу, а может даже и менять вашу управляющую компанию или управляющую организацию. Задавайте свои вопросы. Основной вопрос. Устраивает ли вас сейчас работа вашей управляющей компании? Что вы хотели бы изменить? И вообще, какие у вас взаимоотношения с такими организациями? 511-99-66, телефон прямого эфира. Также 8 800-532-55. Звоните, спрашивайте, советуйте. Зоя Викторовна, я предлагаю начать, наверное, с самого основного. С чего начать вообще и рассматривать взаимоотношения с управляющей компанией? Со счет фактуры или, возможно, либо самого состояния дома? Где мы можем увидеть сразу первые недочеты в работе? Вот с чего нам начать? Ну, для начала, в начале месяца к нам приходит счет фактура. Мы должны эту квитанцию внимательно изучить. Из нее мы увидим, какая управляющая компания, ТСЖ или именно управляющая компания. Вот, пожалуйста, да? Вот в этой правой колонке мы увидим название, банковские реквизиты и НН. Мы должны посмотреть на печать. Печать тоже должна иметь соответствующую ННН. Как правило, нам в управляющих компаниях приходит печать одна на весь город. Это печать ЕРЦ на конце 450. Далее есть интереснейшие таблицы, которые мы тоже должны посмотреть. Это потребление электричества, воды, отопления, всего дома. Вот она слева. И индивидуальное потребление. Вот это, да. Также и льготы. Вы увидите свои льготы. Также вы увидите информацию. Ну, в частности, например, кто сантехник, кто электрик. Вот в данном случае, если это СЖ, то вы увидите телефон председателя. Обычно пишут еще фамилиями. Ну, это замечательная счет фактура. Потому что в моей счет фактуры вот этих данных нет. И еще есть одна графа, но в нашем доме этой графы нет. Нежилые помещения. То есть вы можете посмотреть потребление нежилых помещений. Есть замечательные дома, где все первые этажи вообще отданы под нежилые помещения. Они тоже что-то потребляют. И не только потребляют, а кто из этого деньги имеет. Они обязаны платить то же самое. Из этого вот вы посмотрите. Вот про нежилые отдельно можно поговорить. Дальше. Интересно, что написано. Подтверждаю и прошу итоговые суммы оплатить на такой-то банковский счет. Есть ли у вас договор управления СУК, нет ли у вас договора управления СУК, если вы хоть раз заплатили, это называется конклюдентное действие. И вы обязаны, вы уже вступили в правоотношения, вы обязаны платить. Если человек не платил, такого же не бывает, через 3 месяца его отключат. Ну, отключат, но здесь вот это важно, что подтверждаю итоговые суммы. Некоторые говорят, а у меня нет договора. Но это твоя вина, что ты не соблюдаешь обязанности собственника. Жилищный кодекс у нас постоянно меняется. И вот он сейчас уже, так сказать, новый, обновленный по состоянию на осень 2015 года. Он нас обязывает раз в год, будь это ТСЖ, будь это УК, будь это непосредственно управление домом, если в доме более 30 квартир. Вот, непосредственно наоборот, менее 30 квартир непосредственно, и все остальное уже будет или УК, или ТСЖ. Собираться минимум раз в год. Чаще, пожалуйста. Если ТСЖ, то ваши органы исполнительные, это председатель и правление. Если же это УК, то, конечно же, обязан быть совет дома с его председателем, который избирается не менее чем на 2 года. Правда, он нигде не регистрируется, но он должен быть. Вот он и будет взаимодействовать. Зоя Викторовна, а что необходимо быть у самих собственников? Какие там паспорта ли, договор ли должен быть на руках с этой управляющей компанией? Что мы должны иметь? Ну, во-первых, собственник должен иметь свое свидетельство о собственности. И он должен знать, а какое же общее имущество в этом доме? Где это написано? Это у нас в техническом паспорте. Мы можем посмотреть общее имущество. Технический паспорт чего? Компанию? Нашего дома. Многоквартирного дома. Он должен быть у всех на руках? Нет, он должен быть у УК, точно. Он есть в БТИ. Это ваш паспорт вашего дома. То есть нас интересует общее имущество. Поэтому мы должны знать поэтажный план, какая у вас крыша, какой чердак. Часть сведений мы можем подчеркнуть в информации на сайте. Вот здесь написано. Сейчас продолжим, потому что очень любопытно по поводу вот этого паспорта. Очень любопытно, что там должно быть указано. Пока давайте переймем звонок. 511-99-66. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я в эфире? Да. Анисин Ильхамья Гатинуровна, я к вам выходила на эфир месяц тому назад по поводу улицы Шуртынина, 11, управляющая компанией Гвардейская. Может, вы ее помните. И нам там начисляли капремонт непролитизированным квартирам. И мне обещали разобраться. Спасибо, конечно, большое. Похоже, разобрались. У нас капремонт отменили. У меня там живет дочь Татьяна Владимировна Епифанова в 44-й квартире. Вот теперь им начислили не капремонт, а написали ремонт подъездов. И начисляют те же деньги, которые они начисляют на капремонт. Дочь ходила разбираться, сказали, что это все правомерно. И мы имеем право, так как решение собственников с вас тоже начисляли, чтобы вам тоже за ремонт подъезда. Понятно. Спасибо. Как прокомментируете? Здесь наверняка квартира в найме, квартира муниципальная. Значит, они должны оплачивать за найм. Это чуть больше 5 рублей. В зависимости от состояния дома, это чуть больше 5 рублей. Норма в Татарстане и в основном в России 5 рублей квадрат. Это платит собственник за капремонт. Если собрание решило, то или на субсчет, но в основном в ГИСУ. В основном в ГИСУ на счет регионального оператора. Посылаются эти деньги. Нужно смотреть протокол. Хорошо. Продолжаем принимать вопросы ваши. Алло, здравствуйте. Говорите. Говорите. Алло. Ну, видимо, пропал звонок. Сейчас там у нас очень много звонков. Телефон все время... Да, алло, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Знаете, какой вопрос хотелось задать? Вот у нас большой длинный дом. На первом этаже находится магазин «Дельвейс». Это «Зорги-97». И другая половина у нас занимают арендаторы, которые, естественно... И плюс пристрой. И плюс еще в подвал у нас организации, которые принимают детские праздники развлекательные и так далее. То есть все эти организации платят какие-то деньги нашей управляющей компании. Подождите, подождите. Самое важное... Какая польза жителям нашего дома от того, что все эти арендаторы перечисляют деньги за пользование этим нашим общедомовым имуществом? Возможно, это все уже куплено и являются они собственниками. Но, тем не менее, жители должны от этого что-то иметь, наверное. Логичный вопрос. Вы слышите нас? Да. Вот. Вы лично приходили в управляющую компанию. Вы спрашивали, что нам платит конкретно магазин, который находится на первом этаже. Вы знаете... Алло. Да-да, я слышу. Вы знаете, у нас старшая по дому занималась этим вопросом и внятного ответа так и не получила. Ну, в любом случае, они что-то ответили? Что они ответили? Ну, по сути дела, как бы... Ну, ничего. Типа, не наше дело. Хорошо. Спасибо большое за звонок. Еще раз напоминаем всем. В течение двух лет мы говорим, еще будем не знаю, сколько лет говорить, и просто просить вас настойчиво. Напишите заявление. Если вы просто ходили в управляющую компанию во время обеда или когда там чай пьют девочки-бухгалтеры, и вы спрашиваете, а что у нас там Эдельвейс на первом этаже? Вам говорят, ну, все, это не ответ. Официальное заявление. На каком основании вот компании и организации занимают помещение на первом этаже нашего дома? Буквально там 5-6 подписей соберите собственников жилья. Все, этого будет достаточно, чтобы вам ответили обязательно. Обязательно. И вот согласно тому ответу, который вы получите, вы можете идти в жилой инспекцию, в муниципалитет, куда угодно. Но поверьте, вы просто этого не делаете. Если вы это сделаете, через секунду вам ответят, кто, как, чего. Но, Тимофей, не обязательно собирать 5-6 подписей. На каждое заявление они должны обязательно ответить. И отвечают они в течение 30 дней. И только ведь в управляющую компанию можно обратиться. Можно и в ГЖИ обратиться, да? Как правило, у таких пристроев отдельные вводы. По воде, по электричеству, по теплу. Как правило, они собственники. А до ОДН они никак не влияют. Ну, вот это же надо знать, опять же, из технического паспорта дома. Вот я об этом и говорю. То есть в техническом паспорте должно быть прописано, кому принадлежит или... Нет, это будет видно конструктивно. И поэтажный план там будет виден, и подвал сколько метров. А если вы уж хотите действительно докопаться до собственников, пожалуйста, в рекпалате можно взять сведения, заплатив госпошлину. Это все можно сделать в исполкоме. В конце концов, написать в жилой инспекцию. Они проверят. Ну, давайте вот по практике. Как правило, они становятся собственниками квартиры на первом этаже. Да? Однокомнатная квартира. И потом у него пристройка в стадион. Подождите, а как же он сумел перевести-то без согласия собственников двумя третями на собрание из своего жилого в нежилое? Я вот этого не знаю. Значит, что? Какой документ должен быть у него, чтобы собственник увидел, что он перевел? Какой документ? Нужно вообще, реестр собственников, иметь данного многоквартирного дома. Жилые помещения, нежилые помещения. Как правило, вот квартиры, это же в основном жилые помещения. Это, как правило, единственное жилье у человека. Они жилые, они в основном занимаются коммерцией. То есть, чтобы человек установил на первом этаже аптеку, зубной кабинет, магазин, у него должна быть такая бумага? У него должно быть, во-первых, распоряжение городских властей о том, что он перевел. Есть. Дальше? Дальше он будет заключать договор с тем, кто является посредником между ресурсоснабжающей организацией и им. То есть, на подачу электричества, воды, тепла. Это второй документ. А с собственниками он что должен решить? Он будет такой же точно в реестре собственников, сособственник. Такой же будет в данном доме собственник, как и все остальные. То есть, он тоже имеет право инициировать собрания. Он должен участвовать в этих собраниях точно так же. А сам пристрой, это уже в муниципалитете? А мы не знаем, что за пристрой. Есть такие, действительно растут, как грибы по бокам. Но надо вызывать административно-техническую инспекцию, надо вызывать жилую инспекцию, надо обращаться в исполком. Так иначе мы обрастем совершенно незаконными пристроями. Уже обросли. Ну, принимать меры. 5199-66. Алло, здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Вот, у меня один вопрос есть. Я в Альбейске живу. Понятно. Вот у нас домофон берут деньги, ЗКХ берет, и домофон сам отдельно берет. Ставите правильно. Еще раз, пожалуйста. Кто берет? Вот, у нас домофон, это, деньги берут, ЗКХ берет. И домофон сам отдельно берет, все оказывается. Владис, домофон, да, две организации оставляют. И управляющая компания, и сам тот, кто установил домофон. Ну вот с кем договор, тому и надо платить, соответственно, по домофону. Домофон же не является жилищной услугой. Это дополнительная услуга. Значит, управляющая компания неправильно начисляет. Получается, что у них прямые договора, раз им квитанции присылают. Вообще нужно смотреть все из договорных отношений. Опять же, гражданский кодекс нам об этом говорит, что всему основа договор. Мы очень стараемся в течение уже двух лет заставлять хотя бы по одной странице в день читать. Но это невозможно. Поэтому, еще раз говорю, друзья, если вы не читаете, да, то должен... Жилищная инспекция. Да, жилищная инспекция, управляющая компания. И придите со счет фактуры и с договором по домофону. И скажите, одна и та же сумма плачу и здесь, и здесь. Где мне платить? Объясните. Вам покажут пальцем. Вот тут плати, тут не плати. Все. Только обязательно, повторяю, не устно за чаем, а письменно. Вы должны платить. Бумажка на руках. Если кто-то что-то, у вас бумажка есть. Пока, к сожалению, мы живем в такое время и в таком состоянии, что обязательно нужна бумажка, чтобы что-то подтвердить. Завик, можно снова по поводу двойных счетов фактур, да? Когда одна управляющая компания, например, уходит, появляется, приходит, зачастую две счет фактуры приходят. Каким образом... Но ведь другая управляющая компания пришла, и не с неба упала, она, наверное, пришла по решению общего собрания собственников. То есть мы, по жилищному кодексу, имеем право в любое время сменить управляющую организацию. Каким образом правильность это организации? Или же сделать, например, ТСЖ. То есть для начала нужно, конечно же, спросить со старой, с прежней управляющей своей компанией, взять полностью отчет. Посмотреть на сайте, посмотреть использование денег. Вот, посмотреть по 411 постановлению на состояние своего общего имущества. Опять же, для этого нужен технический паспорт дома и кадастровые документы на землю. Можете просто сказать, вот все эти документы перечислить? То есть он напишет, выдайте мне, пожалуйста, или перешлите мне. Ознакомиться. Ознакомиться он, конечно, имеет право. Ознакомиться или может распечатать ксероконию? Ну, например, можно просто прийти в исполком с паспортом и взять распоряжение о земле. О земельном участке у нас практически все отмежевано. Вот, и посмотреть, а где же ваша земля? Потому что на вашей земле могут оказаться какие-то киоски. Ну, что угодно может оказаться. А что делать дальше? Весь какой распорядок смен? Состав общего имущества должен быть принят на общем собрании собственников. И именно в отношении этого общего имущества и будет вертеться все взаимоотношения. Если мы нанимаем одного работника, одну УК, мы должны с нее спрашивать, правда? И не только просто, мне присылают, я плачу. Вот так у нас некоторые говорят. Не некоторые, 98%. Есть единицы, которые вникают и считают, и смотрят. Да, абсолютно верно. Надо смотреть. А далее вы смотрите, нехорошо она работает, не нравится вам, не вкладывает она ничего абсолютно, неизвестно куда использует. Потом, председатель совета дома должен подписывать акты выполненных работ на самом-то деле. А иначе, за что мы платим? Иначе тогда у нас жилищные услуги превращаются в некий налог. То есть вот эту часть счет-фактура, это коммунальные услуги, это у нас определяется Госкомитетом по тарифам. Мы никогда не можем определить сами, например, плату за газ, за электричество, за тепло, за воду, за водоотведение. Это у нас Госкомитет по тарифам. Это, грубо говоря, обязаны, потому что федеральные. Ну, это тарифы на этот год, да, тарифы на этот год в нашем субъекте федерации. А уже жилищные услуги, исходя из состава общего имущества, например, если у вас малюсенький земельный участок, что же вы платите 3,07? 3,07 это городская, вот на сегодняшний день норма. В Зеленодольске тарифы эти меньше. Ну, город чистый, прекрасный. Вопрос есть один, по поводу управляющей компании, на сколько заключают все-таки договоры? Вот есть на год заключают договор, на 2, на 5. Ну, вы посмотрите, на год заключите, посмотрите, как будет себя вести, потом можете продлить. Давайте вы к нам придете работать. Сейчас желание у всех зрителей, чтобы вы пришли. Так вот, конечно, это тоже же неблагодарный труд, и надо сказать, что это тяжелая работа, конечно, потому что работа с людьми, и надо еще соблюдать все нормативы, и САНПИН 10-го года, и 421-го постановления, и раскрываемость информации 731-го, то есть очень много обязанностей. А жители будут всегда недовольны, конечно. 519-66, Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Я представитель жителей дома Парина 16. У нас столько проблем, в ЖКХ контроль обращались, в аппарат президента, в Минстрой и так далее, да? Просто невозможно всех прийти к 10 депутатам госсовета. У нас столько проблем просто нерешаемых, да? У нас элементарно нет холодной воды, примерно в 30% квартир, в 280 квартирах нет холодной воды, да? Напора нет, куда только не обращались. 10 депутатов приходили, жилищная инспекция, Минстрой, все приходят, и никто не решает проблемы, да? Живем напротив деревни Нерсиады, 25 лет дома. Мы не можем уйти от этой компании, так как, например, от этой управляющей компании денег заплатили миллионы. Только с 7-го года по 15-й год мы бы заплатили за текущий ремонт водопровода и канализации 2 миллиона 900 тысяч, да? Водопровод нам не меняют. На сегодняшний день трубы воды не помененные. Просто, знаете, и там столько отложений в стойках уже, да? Что даже если поменять трубы холодной воды, вопрос не решится. Нам нужно менять стойки. В соседних домах все хорошо. В 15 лет дома трубы сделали капремонт, да? В соседних домах во всех установили пластиковые окна в подъездах. В нашем доме нет. В ЖКХ контроль обращались. Ничем не помог. Никто ничем не помогает. Что делать? Уйти не можем, потому что мы заплатили в эту управляющую компанию миллионы рублей. Только за текущий ремонт центрального отопления заплатили за 7 лет 2 миллиона 51 тысячу. Нам эти деньги, если мы не уйдем, никто не вернет. Спасибо. Скажите, подождите, скажите, пожалуйста, вы смотрели на сайте Министерства строительства, в каком году у вас капитальный ремонт ваш дом? Вы сейчас удивитесь, 2043 год. А в соседних домах через 15 и 30 лет делают. А нам будет 53 года дома. 43 год. 43 год. Спасибо. Сейчас прокомментируем. Спасибо большое. По поводу 43 года я могу сама прокомментировать. Программа версталась только исходя из собственников, из средств собственников. Поэтому в любом случае не 43 год, она будет намного раньше. Поэтому это внимание обращать не надо. А вот что делать? Я думаю, здесь надо составлять дефектную ведомость, надо вызывать экспертов, я так думаю. И действительно, вот эту систему канализования, водоснабжения нужно подвергнуть тщательной экспертизе, сделать выводы специалистам. И уже на основании этого сделать именно протокол, собрание о назначении капитального ремонта именно в этой части. Потому что пластиковые окна, может быть, я думаю, это уже второй момент. А вот первый момент, конечно, холодная вода, потому что это санитарные нормы. Но если у них уже есть собранные 2 миллиона рублей. Но они в ГИСУ наверняка просто нужно вызывать жилой инспекцию еще, а именно ГЖИ. Я не очень понял, а почему это их деньги и они остаются в управляющей компании? На каком основании? Это их деньги. Управляющая компания меняется. Они же сказали собранные. Нет, с седьмого года одна и та же там компания. Нет, я имею в виду, они могут меняться, но деньги-то их остаются. Должен же быть все-таки ежегодный контроль собственника за расходованием собранных денег. То есть здесь нужно, я думаю, на уровне Министерства ЖКХ решить проблему именно с этим холодным водопотреблением. Потому что это важнейшее общественное парламент. Это не просто важнейшее. Люди, если сидят без холодной воды, они просто должны... Да это в суд можно обратиться и вы выиграете. Ну хорошо, мы с специалистами отработаны паре на 16. Паре на 16, да. Мы запомнили обязательно в Министерстве строительства этот дом. А те люди, у которых действительно нет воды, будьте добры, прям с экспертами. Пригласите адвокатов, юристов каких-то. Посмотрите, все проверьте, зафиксируйте, что воды нет. И на основании вот этих документов и фактов вы можете абсолютно легко отсудить какие-то там, как называется, суммы. Если услуга не оказана, то ведь и уменьшается плата. Да тут не в плате даже дело. Просто если нет, то есть соблюдение. Значит, надо ставить насосы. Ну это уже дела, да, управительская компания. Техническая. 511-99-66. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Громче говорите. Алло. Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на капитальный ремонт, на то, что должны набирать сумму, оплачивать, как это правильно и официально должны проплачивать? Приходили у нас платежки, прибывшие компании, управляющие, они были не включены в счет фактуру, а на отдельных бумажечках, ни печати, ни подписи, ничего не было. И банк даже и у кого-то там первый месяц взял, а потом стал возвращать. И вот получается, время идет, а у нас сумма на капитальный ремонт не собирается. Ладно, я вот там открыла какой-то свой счет и на ней собираю, в случае чего, потом, чтобы все суммы сдать. А вот люди ведь не думают, и молодежь, они, ну, не приносят и спокойно уходят. А потом еще и пени будут, и еще что-то. И кто-то не сможет оплатить вовремя, и пойдет такая вот путаница. А у нас получилось, потому что управляющая бывшая компания ушла, ну, нехорошо, ушла, вот скандаль. Мы хотели ТСЖ там организовать, чтобы собственный счет так открыть. Ну, в общем, там это, как бывает, дом поделится на это, и получается никому потом. Сейчас уже никому ничего не надо, никто ничем не интересуется. А вот этот вот вопрос мне сейчас основной, ну, такой главный, мне такое впечатление, что нет договора или региональный, потому что региональный мы должны будем платить. И как это сделать так, чтобы, как это по дому должно быть, или как индивидуально каждый должен предплатить и заключить договор с региональной вот этой организацией по ремонту. Подскажите, пожалуйста. Спасибо. Ну, индивидуального договора с оригинальным оператором быть не должно, это от дома и от собрания собственников. Это же для общего имущества. Решение собрания собственников должно быть. Я, честно говоря, еще одного момента не поняла, каким образом она отдельно собирает капитальный ремонт. Это вообще непонятно, какая украсть. Счет фактура приходит, да, и в счет фактура уже есть. Слово капитальный ремонт. Управляющая компания, они отказались, она в прошлом. И потом они решили создать ТСЖ. На сегодняшний момент, что у них, кто управляет домом? Ну, адрес. Да, будьте добры, адрес. Перезвоните, оставьте адрес редактору программы. У нас одна минута, буквально какие-то комментарии. По поводу ТСЖ и сознания собственников. Если дом не совсем маленький, все-таки, ни одноподъездный, ни малюсенький. Если он не очень уж совсем старый, что вы не сможете его обслуживать сами. ТСЖ почему бы не создать? Для этого, конечно, нужны активные граждане. Специалистов вы можете нанять, но активность граждан прежде всего. То есть собрание, обзор общего имущества, состояние его. Вот это все должно быть у людей неравнодушным. В конце концов, это, по большей части, наше единственное жилье. И, конечно же, нужно читать жилищный кодекс. Спасибо большое. Спасибо за комментарии. Я думаю, что мы еще с вами встретимся, чтобы обсудить еще остальные запланированные 7 вопросов. Пока. Да, мы прощаемся, друзья. И если вы не успели в прямом эфире задать вопрос, задавайте его в нашей группе ВКонтакте, которая так называется, ЖКС. Пишите туда, мы обязательно эти вопросы будем озвучивать нашим экспертам. 24, ЖКС, видите на своем экране. На этом прощаемся ровно на неделю. В следующий четверг встречаемся в прямом эфире в программе ЖКС. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин